Приветствую вас, дорогие мои тельцы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня мы с вами рассмотрим прогноз на апрель месяц, любовный прогноз. Узнаем, какие же новости принёс нам Купидон. Что там происходит, будет вернее, происходить на любовном фронте. Ну, вначале небольшое объявление. На моём канале сейчас идёт выпуск восточного китайского гороскопа на 2019 год на картах Таро. Так что, кому интересно узнать, что ждёт вас в год свиньи и кабана 2019 года, пожалуйста, приходите на мой канал, смотрите, слушайте. Ну, а теперь давайте поговорим о любовных делах в апреле. Итак, расклад у меня состоит из двух частей. Левая часть – это прогноз для тех, кто имеет пару, и правая часть – это прогноз для свободных тельцов. Начнём с левой стороны. На основные события у нас здесь выпали две карты – рыцарь мечей и король мечей. Вот, даже не знаю, как поточнее описать ситуацию, но большая вероятность, друзья, непростых отношений в апреле. Можно сказать, апрель даже взрывоопасен для любых отношений, и брачных, и внебрачных. Не исключены острые ситуации, типа разногласий, выяснение отношений, присутствие какой-то категоричности в отношениях, претензии, а то и выставление ультиматума, типа либо это, либо это. Да, и никак иначе. А некоторые из вас, возможно, даже обрежут отношения без всяких реверансов, типа «Чао Бамбина» нам не по пути. Если у кого-то есть ситуация «любовная треугольничка», то в апреле он, скорее всего, распадётся. Возможно, кто-то из вас встретит свою новую любовь, и этот новый партнёр окажется непростым, а довольно жёстко сразу же потребует вам определиться, с кем вы, и вообще, как вы собираетесь дальше строить отношения с ним. Так что будьте готовы и к такой ситуации. Какой совет нам даёт Таро на апрель месяц? Здесь у нас выпала «Дама Пентакли». Ну, совет такой. Не забывайте, друзья мои, о практичной стороне отношений, в том числе и материальной. Тем более, события апреля могут быть довольно непростыми. Так что будьте спокойны, уверены в себе, уверены в том, что вы хотите. Будьте благоразумны, не витайте в облаках, ну и по полной наслаждайтесь земными радостями, если они, так сказать, вам будут позволять радоваться. И ещё, дорогие мои, балуйте себя приятными женскими штучками, украшениями и оставайтесь всегда красивыми и привлекательными. Что ещё можно добавить к такому совету? Ну, если только что не чурайтесь советов своих счастливых и опытных подружек. Да и не только подружек, но и других опытных женщин. И тогда будет всё просто изумительно. Идём дальше. Что же ждёт свободных тельцов? Это правая часть у нас. На события выпали карты Туз Пентакли и карта Маг. Какие изменения в личной жизни намечаются у вас, дорогие мои тельцы? Ну, карты говорят о вашем преображении. О повышении вашей привлекательности, манкости. Ну, появлении своего рода магнетизма, что ли, в том числе и сексуального магнетизма. Вам захочется и пофлиртовать, и поиспользовать поклонников в своих целях. Даже корыстных. Поманипулировать ими. Ну, в связи со всем вот этим у вас есть большой шанс найти партнёра. Причём партнёр, который вам нужен, какого вы хотите. Кроме того, Туз Пентакли, он вообще считается картой дара судьбы. Так что шанс будет не простой, а подарочный, если можно так выразиться. Но есть маленький нюанс. Внимательно изучайте всю поднагодную нового партнёра. Обязательно. Потому что может попасть ещё тот лавелас, который по матросит да и бросит. А вы только время на него потеряете. Так что прислушайтесь к совету карты Таро Верховной Жрицы. Она у нас выпала на позиции совета карты Таро. Что же советует вам Жрица? Она советует использовать тайные знания. Ну, во-первых, для того, чтобы привлечь в свою жизнь новую любовь. Нового партнёра. Также изучить все свои внутренние хотелочки. Внутренние позывы. Душевные свои качества, так сказать. Познать, кто же вы в действительности. И что вы в действительности хотите. Какой ваш идеал партнёра в действительности. И вообще, готовы ли вы к созданию нового союза. Ну, и во-вторых, конечно, информация, она никогда не мешает. Так что надо обязательно ею пользоваться. И изучать её, если у вас появился партнёр. Новый партнёр. А не бросаться в омут с головою. Вот такой прогноз дали вам карты Таро. Не забывайте, что это общий прогноз, а не индивидуальный. Ну, если у вас появится желание заказать личный прогноз, пишите мне на электронную почту. И напоследок, дорогие мои, хочу вам пожелать взаимной любви, взаимопонимания, надёжного и верного партнёра и крепкого с ним союза. Дарьте друг другу радость. И всё будет хорошо. Будьте счастливы, друзья мои. До новых встреч на моём канале. Субтитры сделал DimaTorzok